всем привет с вами алена лимкина вы на канале маркетинговой группы комплета в этом видео мы обсудим самые актуальные новости digital за август каким будет маркетинг в новых реалиях можно понять уже сейчас вычленя из новостного шума только самое важное то что задает вектор развития digital и бизнеса уже сейчас специально для вас наша команда совместно с информационным партнером seo news проанализировала всю новостную повестку и выбрала трендовые новости для вашего бизнеса в этом выпуске я расскажу вам о трендах бренд коммуникаций важных обновлениях рекламных каналов и конечно же искусственном интеллекте самая громкая и не утихающая новость августа маркировка рекламы чаты и формы гудят все активно обсуждают изменения штрафы что нужно маркировать что является рекламой а что нет мы тоже постарались разобраться в этом вопросе ведь нам как и другим придется маркировать все и даже больше поэтому комплекта совместно с digital юристом валерий олькиной составил большой гайд для рекламодателей по маркировке рекламы мы его подготовили в первую очередь для себя для своей работы но и конечно же не можем не поделиться с вами уверенно прочитав этот материал у вас появится ясность понимание вопросов маркировки все подробности и ссылки ищите в описании далее рассмотрим тренды бренд коммуникации и первый из них видео маркетинг поток информации обрушивающийся на пользователей в сети диктует нам апгрейд в подходе донесения информации видео один из эффективнейших каналов продвижения лучше запоминается и побуждает к действию согласно исследованию компании визуал 60 процентов респондентов заявили что они больше предпочитают смотреть видео контент брендов нежели читать тексты об их работе 96 процентов оброшенных смотрят поясняющие видео чтобы узнать больше о продукте или услуги 89 процентов людей говорят что просмотре видео убедили их купить товар или услугу и 91 процент заявил что хочет видеть больше онлайн видео от брендов в 2023 году о чем это говорит о том что брендам необходимо работать с видео контентом чтобы оставаться в поле зрения своей аудитории и более качественно с ней взаимодействовать нельзя оставить без внимания и социальные тренды тот факт что зумеры люди рожденные с 2000 года являются активными потребителями именно видео контента что уж говорить про поколение альфа детях рожденных с 2011 года которые уже с младенчества впитывают преимущественно видео контент кстати о тренде поколения альфа об их особенностях о том зачем компаниям и брендам с ними взаимодействовать я рассказала в нашем подкасте комплета про маркетинг ссылка есть в описании и так зачем компаниям заниматься видео маркетингом благодаря видео маркетингу можно повысить понимание пользователями вашего продукта или услуги повысить узнаваемость бренда увеличить трафик на сайт привлечь потенциальных клиентов и как следствие увеличить продажи увеличить время пребывания на вашем сайте с помощью видео контента сократить запросы в службу поддержку согласитесь объяснить какой-то вопрос в формате видео сильно проще согласно отчетах hubspot а видео маркетинге за 2023 год 94 процентов маркетологов считают оптимальное время видео менее 10 минут причем 36 процентов от этого числа считают оптимальной продолжительность от 1 до 3 минуты конечно это условная рекомендация ведь все индивидуально и зависит от характера контента но я абсолютно согласна краткость сестра таланта следующий тренд который можно вынести как рекомендацию в подготовке любого контента в том числе и видео этот тренд на концепцию human to human от английского от человека к человеку эта концепция которая предполагает переход от отношения компания клиент или продавец покупатель к отношению человек человек концепциях human to human в идеале должна пронизывать всю работу с клиентами но если говорить про контент то старайтесь готовить материалы и записывать видео максимально простым и понятным языком думайте о потребностях вопросах и триггерах которые могут быть у вашей целевой аудитории старайтесь делать емкие информативные видео заботись о качестве картинки выстраивайте доверительные отношения с аудиторией стимулируйте их к общению разговаривайте неформальным языком официального бренда а как живой человек с человеком последний тренд о котором я хочу вам рассказать юмор и здоровая самоирония вы наверняка заметили что многие когда-то очень серьезные бренды стали активно использовать мемы в своих постах это обусловлено тем что аудитория в большей степени ищет отдых в соцсетях все сложнее зацепить пользователя умным исследованием кричащим кейсом или лонгридом на сто пятьсот страниц но стоит выложить смешное видео мем как тут же отклик аудитории комменты лайки и репост друзьям со словами это же я сервис анкетолог совместно с пиар-агентством медиаком эксперт провел исследование согласно которому семь из десяти опрошенных считают что благодаря мемом информационные материалы рекламы и коммуникации с брендами становятся более интересными 6 из 10 считают что мимо перспективный способ передачи информации в целом же 52 процента респондентов хотят видеть мемы в общении с компаниями подводя итог могу рекомендовать брендам использовать легкий уместный интеллектуальный юмор в коммуникации с аудиторией он поможет лучше развивать социальные сети бренда легче удерживать внимание и вовлеченность аудитории я буду признательна если вы поделитесь в комментариях используете ли вы юмор в своей бренд коммуникации если да расскажите о ваших кейсах как это влияет на результаты какие плюсы и минусы вы для себя подчеркиваете если нет то давайте обсудим какие страхи и опасения вас останавливают в чем видите ограничения следующий блок новостей посвящен обновлением функционала рекламных каналов в яндекс директе появилась возможность запускать товарные видео новый формат должен помочь продемонстрировать рекламируемый товар со всех сторон подчеркнуть его преимущество и создать эмоциональную связь с пользователем одним из первых новый формат протестировал ювелирный бренд соколов видеокреативы помогли магазину продемонстрировать товары со всех сторон подчеркнуть их преимущество а еще увеличить количество кликов и конверсий вы уже чувствуете взаимосвязь тех трендов о которых я рассказала выше и тех обновлений которые происходят в рекламных каналах следующее новое решение от яндекса яндекс взгляд яндекс взгляд это полевые исследования вашего бизнеса в оффлайн точках решение поможет оценить качество сервиса работу персонала или проверить товары и ценники на витрине также вы сможете проводить оффлайн опросы анализировать трафик собирать данные и делать тайные исследования клиентского сервиса как мне показалось это своего рода тайный покупатель нового уровня также команда яндекса выкатила улучшение в работе промо страниц не так давно в интерфейс вернулась опция look alike появилась возможность загружать сегменты с целевой аудитории чтобы алгоритм искал таких же и подобных им людей свежем же обновлений появилась возможность исключения сегментов ненужной аудитории также появилась возможность гео таргетинга по городам ранее таргетинг был возможен только по москве и санкт-петербургу все остальные таргетировались по регионам не могу не упомянуть личный кейс комплекта по продвижению с помощью промо страниц нашего клиента компании пром сетех поставщика и производителя сложного оборудования мы использовали промо страницы как охватный инструмент для повышения узнаваемости бренда обучение и информирование аудитории о преимуществах продукции компании подробнее о кейсе вы можете почитать на нашем сайте ссылка в описании но я отдельно подчеркну тот факт что промо страница клиента вошла в топ 10 лучших промо страниц в тематике b2b по мнению яндекса идем дальше сообщества вконтакте теперь могут в один клик очистить список участников от неактивных пользователей воспользоваться данной функцией могут администраторы владельцы и создатели сообществ которых больше 1000 подписчиков и хотя бы один процент неактивных пользователей к неактивным пользователям относятся аккаунты которые были удалены более шести месяцев назад инструмент может быть полезен сообществом которые хотят видеть достоверные данные по числу аудитории и тем кто хочет подключиться к партнерской программе вконтакте еще одно интересное обновление в ик рекламе стал доступен сбор аудитории которая взаимодействовала с лид формой даже если пользователи не оставили контакты теперь вы можете создавать аудиторию по событию в лид форме и оптимизировать компании с учетом этих действий также команда века рекламы объявила что теперь на платформе можно продвигать товары с озон и wildberries инструмент работает в бета-версии и поможет рекламодателям привлечь дополнительный трафик на своей е-commerce площадке telegram ads разрешил продвигать внешние ссылки до недавнего времени в telegram ads можно было рекламировать только свои каналы посты и боты то есть исключительно внутренние ресурсы мессенджера теперь появилась возможность продвигать еще и ссылки на внешние сайты или лендинги на момент начала августа 2023 года telegram ads не предоставляет никакой статистики по взаимодействию с внешними ссылками платформы пока что не предусматривает соответствующего функционала однако вы можете самостоятельно проанализировать переходы из telegram с помощью яндекс метрики или любых других счетчиков но так как использовать ютем метки пока что нельзя этот процесс может быть затруднен также нельзя не отметить тот факт что telegram снизил порог для входа новых рекламодателей до полутора тысяч евро кстати у елама есть бесплатный инструмент который поможет вам посмотреть аналитику по рынку перед запуском рекламной кампании чтобы составить медиаплан или спрогнозировать результат в своей тематике елама собрала данные более 80 тысяч рекламных компаний в telegram ads и сделает доступными для всех они собраны на удобных дашбордах и помогут вам не только спрогнозировать месячный бюджет и выбрать таргетинг перед запуском на рекламной кампании а также найти точку роста для уже запущенных компаний сравнив их результаты со средним по рынку все это инструмент аналитика telegram ads от елама узнать подробнее об инструменте можно по ссылке в описании с блокировкой известной соцсети стало очень занятно наблюдать за противостоянием и борьбой за аудиторию в контакте и telegram и по данным медиаскоп кросс веб за июль telegram установил новый рекорд по дневной аудитории обогнав вконтакте и стал лидером среди соцсетей в россии при этом вконтакте удержал лидерство среди соцсетей в россии по месячной аудитории а по данным мтс вконтакте впервые с января 2022 года смогла опередить telegram по количеству мобильных пользователей а на чьей стороне вы где вы зависаете в свободное время какие соцсети брендов считаете нужными развивать а какие нет пишите в комментариях к этому видео если вы смотрели предыдущий выпуск диджитал новостей комплета то помните что в июле трафик чат gpt впервые упал почти на 10 процентов по всему миру но аналитики связывают это не с уменьшением интереса к искусственному интеллекту а с перераспределение внимания среди новых решений так не отстаёт и яндекс он первым на российском рынке запустил технологию создания видео с помощью нейросети для пользователей приложения шедевру приложение научилась генерировать ролики в ответ на текстовые запросы эти видео можно использовать для создания клипов анимации динамических аватарок шедевром научился создавать короткие видеоролики длиной 4 секунды пока функция работает в тестовом режиме генерация видео доступна в обновленной версии приложения активным пользователям генерация видео дополняет и другие возможности шедеврома создание изображений и текстовых постов с заголовком и иллюстрации нейросеть яндекса яндекс gpt научилась обобщать информацию из отзывов покупателей это позволит пользователям поиска яндекса быстро узнать на что обратить внимание при выборе товара и за что именно заинтересовавшие позиции хвалят и ругают чаще всего также обобщенные отзывы появились на яндекс маркете и завершающая новость этого выпуска который в очередной раз подчеркивает тренд на искусственный интеллект яндекс открыл регистрацию на свою первую конференцию по машинному обучению практикал мл конф для практикующих специалистов мероприятие пройдет 7 сентября в рамках конференции пройдет специальная серия мероприятий которые поможут понять чем именно занимаются мл специалисты и познакомиться с главными трендами в области искусственный интеллект на этом у меня все подписывайтесь на наш канал будьте в курсе актуальных новостей формирующихся трендов и идите на шаг впереди своих конкурентов с вами была я алена алимкина до встречи в новом выпуске пока